Здравствуйте, я Смарёв Роман Станиславович, доцент кафедры компьютерной системы и сети, ГТУ имени Баумна. Этот курс языки интернет-программирования, и сегодня мы рассмотрим десятую лекцию, посвященную тестированию веб-приложений. В рамках тестирования веб-приложений мы рассмотрим тестирование серверное, клиентское, мы рассмотрим технологии, которые при этом используются, ну и посмотрим, как все это использовать совместно. Говоря о тестировании, прежде всего, что следует отметить, что тестирование программ, ну, есть много определений, что такое тестирование, но будем придерживаться самого простого способа, самого простого определения, это проверка их функционирования в соответствии с заданными требованиями. То есть для того, чтобы проверить, правильно ли работает программа или неправильно, нужно иметь требования. Если у вас нет требований, вы не можете сказать, правильно ли работает эта программа. Ну, потому что как бы она ни работала, даже если она работать не будет вообще, если нет требований, то можно сказать, что все нормально, и тестирование выполнено нормально. Но, опять же, обращаю здесь внимание на то, что протестировать мы можем только на соответствии с требованиями, на то, что у нас программа работает в соответствии с требованиями. Что мы не можем выявить? Мы не можем выявить все возможные ошибки, потому что мы тесты пишем в соответствии с требованиями. Значит, если требованиями не была заложена какая-то ситуация, то протестировать на эти ситуации, которые не были заложены, мы не можем. Их вообще-то бесконечное количество. Что еще обычно проверяется? Мы здесь не рассматриваем тестирование на незадекларированные возможности. Поэтому ограничимся только тестированием в рамках проверки в соответствии с заданными требованиями. Если же мы говорим о том, какие бывают виды тестирования. Их бывает очень много. И опять же, это не есть тема данной лекции. Тестированием бывают модульные или юнит-тесты, бывают интеграционные, регрессионные. Очень много разных видов. Причем они могут быть проклассифицированы по разным принципам. Функциональные, нефункциональные. В частности, к функциональным относится то, что тестируют по функциям. Прежде всего, это модульные тестирования. Тестирование нефункциональное. Типичный пример – это тестирование на производительность. То есть, собственно, функции работают, и они должны как-то выполняться. Но нефункциональным требованием является, к примеру, скорость работы приложения. И, естественно, тестирование на производительность, на масштабированность, на предельные объемы. Но, как правило, это нефункциональные тесты. Причем тесты также могут быть выполнены со стороны сервера, либо со стороны браузера. Опять же, вспоминаем, что работаем мы с веб-приложением, с сетевыми приложениями. То есть, сервер находится… Сервер – это программа, которая находится на некой железке. Сервер – это сервер, которая сетевой средой отделена от веб-агента, которым может быть, в общем-то, что угодно. Это может быть любой ноутбук, это может быть любое мобильное устройство, любой веб-агент, но он находится за пределами этого сервера. Говоря о тестировании Rails-приложения, естественно, мы начинаем с серверного тестирования. И с точки зрения Rails классификация здесь следующая. Мы можем протестировать модели, мы можем протестировать контроллеры и представления при помощи функциональных тестов. Мы должны тестировать правила маршрутизации и сопряжения. Сопряжение, по сути, это интеграционные тесты. Крайне рекомендую смотреть документацию Rails. Документация Rails – это, как правило, актуальная документация на текущую версию Rails, и она содержит большое количество примеров. В общем-то, часть из них я заимствовал для этой лекции. Если мы генерируем что-либо при помощи генератора, то, естественно, у нас формируется, во-первых, то, что требуется для сущности, но, помимо всего прочего, всегда у нас генерируются тесты. То есть, чем хороша Rails, тем, что для любой сущности генерируем при помощи генератора, у нас автоматически формируется заглушка для теста. Говоря о тестировании моделей, мы получим заглушки, которые выглядят примерно следующим образом. То есть, что мы можем здесь сказать? Что у нас есть некая модель, которая называется User – сущность пользователя. Для этой сущности пользователя у нас автоматически создан вот такой тест. Что делает этот тест? В сущности ничего. То есть, код, который здесь показан как закомментированный, символ решетки для Ruby, естественно, это комментарий, не проверяет абсолютно ничего. Мы можем раскомментировать его, и мы получим единственный тест. То есть, тесты здесь пишутся в такой форме, как метод тест, у которого в качестве аргумента выставлена некая строка, которая будет его обозначать. И далее, doEnd – это блок тела теста. Для того, чтобы тест был автоматический, нужен критерий выполнения теста. В данном случае, assert true, то есть он всегда, даже если мы его раскомментируем, будет возвращать true. То есть, это не тест, это просто заглушка. Для того, чтобы сделать его тестом, мы должны вписать критерий. Какой может быть критерий? Ну, например, критерий, что данные не могут быть записаны. То есть, модель создана, и она не записывается. Когда это может произойти? Это может произойти в том случае, если модель не удовлетворяет требованиям целостности данных, логической целостности. Ну, например, мы, как здесь написано, should not save new empty user. То есть, тест проверяет, что у нас не должен записываться пустой пользователь. Мы создали сущность, которая называется user. Если она пустая, она не должна быть записана. Именно это и проверяет тест. Второй тест заполняет этого пользователя, заполняет какими-то полями и проверяет, что мы его можем записать. Вот эти два теста. Первый проверяет, что логика должна быть такой, что мы не можем записать, если она пустая. А вторая проверяет, что мы можем записать, если она не пустая. Теперь вопрос, а что же нам надо все-таки сделать для того, чтобы мы могли выполнить эту логику? Нужно сделать так, чтобы модель реально проверяла логическую целостность. То есть, первая запись не должна пройти. И если мы говорим о моделях, то для модели у нас есть специальный метод, который называется validates, который позволяет задекларировать, что для поля, для атрибута name мы должны проверить presence, то есть наличие любого значения внутри этого поля. Оно не проверяет конкретные значения. Оно просто проверяет то, что это поле хоть как-то заполнено. Adter accessible, вот этот метод, который декларирует два атрибута внутри модели, это, можно сказать, рудимент. То есть, по большому счету, сейчас он уже не нужен. Это рудимент, который нам достался от Rails до третьей версии включительной. И в Rails, начиная с четвертой, вы этого не увидите. По большому счету, это не есть ошибка, но в современных версиях его нет, в старых это было. Дело в том, что атрибуты могут быть достроены автоматически по текущей схеме. Фикстуры — это дополнительные данные, которые также автоматически формируются, если вы создаете модель при помощи генератора. Фикстуры — это так называемая арматура данных. Фикстуры в оригинале, либо можем их использовать как термин арматура. Что это такое? Формат чаще всего на языке YAML. YAML — это язык, у которого отступы определяют вложность. Если вы присмотритесь, он вообще-то похож на JSON. То есть если мы заменим вот эти формы на ключи JSON, то есть в кавычки возьмем, и дальше то, что здесь написано с отступом, мы напишем через двоеточие фигурные скобки, и также напишем как строка ключ, значение, мы получим JSON. То есть YAML может быть транслирован в JSON, и JSON может быть транслирован в YAML без каких-либо потерь. Что это такое? Фикстуры — это базовые данные, это каркас данных, который может быть использован для наполнения тестов. Дело все в том, что тесты подразумевают, что каждый запуск теста, у нас есть специальное окружение тест, то есть Rails-приложение может быть запущено development, production или тест-окружение, или environment, если говорим на языке оригинала. Почему это важно? Ну, потому что если мы запускаем тесты, то, как правило, тесты предполагают, что мы должны удалить все данные из базы данных, выполнить какие-то изменения, в том числе деструктивные, убедиться, что любые действия, которые допустимы с точки зрения требований ТЗ или технического задания, являются выполнимыми. То есть база данных потенциально после теста будет разрушена, она должна быть отдельной. Ну и fixtures — это то самое наполнение данных, которое может быть использовано в качестве базового наполнения. По умолчанию, естественно, они пустые и содержатся не только наименование полей, которые мы создали при генерации модели. Как их использовать? Мы можем просто-напросто создать модель на основании, точнее, в данном случае не создать модели, а мы можем обратиться к фикстуре по имени и взять те данные, которые в ней есть, по ключу, который там присутствует. Мы можем эти фикстуры наполнять как угодно руками, потому что это не что иное, как текстовый файл. И находятся они в общей директории. То есть если мы рассматриваем для данной лекции, ну, допустим, возьмем директорию тест, вот на директорию фикстуры. Users.yaml То есть видим, поля заданы, значение у них по умолчанию, в соответствии с типом, который был задан при создании, при генерации модели. MyStream значит, что поле строковое, не более того. Более сложный вариант — это достаточно распространенная библиотечка, которая называется Factory Bot Rails. Ну, Factory Bot. Библиотека Factory Bot до этого была известна как Factory Girls. Надо сказать, что Factory Girls было там переименованием в следствии того, что разработчики посчитали или кто-то из пользователей посчитал, что она оскорбляет чувства. Поэтому большое количество документации до состояния осени 17-го года известна по библиотеке Factory Girls. А сейчас, начиная с 17-го года, она называется Factory Bot. Соответственно, если вы хотите что-то найти, вы можете искать как по Factory Bot, так и пока еще по Factory Girls. Чем она принципиально отличается от фикстур? В соответствующем файле, в директории Factories, так же, как и Fictures, создаем директорию Factories, но пишем мы теперь на Ruby. То есть, если мы рассматриваем предыдущий случай, мы писали на YAML. YAML — это формат текстовый, это декларативный формат, но, с другой стороны, гибкости, которую мы можем использовать на чистом языке Ruby, у нас нет. Поскольку мы пишем здесь на Ruby, то мы можем использовать любые библиотеки для того, чтобы создать эти базовые данные, базовый каркас, который нам нужен для тестов. И вот, например, здесь мы используем метод, который называется Factory. К слову сказать, обратите внимание на синтаксис. То есть, естественно, раз мы пишем на Ruby, то Factory — это метод, user, aliasis и массив, который здесь передается, это атрибуты этого метода. Скобок здесь нет. Не атрибуты, а аргументы, правильно сказать. Скобок у нас здесь нет. Но синтаксис в Ruby позволяет это сделать. То есть, мы говорим здесь о domain-specific language или о языке, предметно-ориентированном, ориентированном на написание вот таких примеров. И do-end — это не что иное, как блок, внутри которого мы делаем декларацию, какое поле, какое значение у нас имеет. Чем хороша такая схема? Она позволяет нам написать достаточно сложные зависимости. То есть, то, чего нельзя было сделать с фикстурами. Если у нас есть иерархические таблицы, какие-то ссылки, мы все это можем задать при помощи Factory Bot. Причем, более того, эти данные мы можем подгрузить из каких-либо внешних данных, мы можем подгрузить их из базы данных, специальные, неориентированные на тесты. Мы можем загрузить их из, например, внешних ресурсов через сеть. Например, храним где-то какой-то сервис, который нам обеспечивает данные, сгенерировать, в конце концов, случайным образом на основе правил. Схема использования очень похожа на то, что сделано в фикстурах. За исключением того, что у нас появляется возможность сделать тем более сложные иерархические проходы, в том числе и циклы. Следующий этап — это тестирование контроллеров. Если мы говорим о создании контроллеров через генератор, то мы получим по умолчанию также тест, проверяющий запуск методов контроллера, ну или действий внутри контроллера. Типовой тест или заглушка выглядит примерно следующим образом. Для каждого действия, которое у нас было указано при генерации нашего контроллера, у нас будет создан соответствующий тест. Тест проверяет обращение к этому действию и проверяет, что результат, то есть отклик, который возвращен, имеет статус success. Ничего другое он не проверяет. То есть когда это хорошо? Это хорошо для простейших страниц, в которых возвращается одна единственная статическая страница. Например, индексная страница, например, страница подготовки форм. То есть возвращается окей 200, значит все в порядке. Проблема, если она не возвращается, значит у нас проблема с тем, что мы где-то забыли, допустим, соответствующее представление, ошиблись с форматом или еще что-то такое. Если окей 200, то в этом случае не нормально. Но проблема в том, что такой тест не проверяет логику вообще. То есть если мы оставляем такой тест, ну да, он запускает, он проверяет то, что контроллер существует и действия его есть, но смысла от него нет никакого. Тесты помещаются в директорию functional для контроллеров и имеет название, то есть имя файла полностью соответствует имени контроллера. Мы здесь видим, что у нас был калк-контроллер некий. Суффикс тест говорит, что это тест. Если мы генерируем при помощи скафал-генератора, то мы получим заглушку, имеющую примерно вот такой вид. Заглушка для скафал-генератора более умная. Почему? Да потому что момент генерации такого каркаса, это restful-каркас, то есть полностью представляющий определенный ресурс. В Rails уже известно, что мы делаем полные ресурсы, известно те действия, которые мы хотим с ним совершать. То есть очевидно, что для этого случая мы можем уже проверить заполнение определенными данными, и мы можем проверить, что у нас есть проверка, есть соответствующие присвоения, например, в базу данных или, по крайней мере, пути соответствуют тому, что мы должны отобразить. Как проверять данные из теста контроллера? Если мы пишем тест контроллера, у нас после выполнения любого запроса есть три стандартные переменные, как видим, здесь переменные в уровне экземпляра, это контроллер, собственно, request-response. То есть контроллер со всем окружением, которое в нем есть, контроллер с точки зрения Rails, запрос и ответ, в котором содержится отклик. То есть, строго говоря, мы можем сделать что-то типа вот такого теста. Тест проверяющий, что у нас должен быть индекс. Мы говорим, метод get, сделать get запрос по указанному здесь адресу URL, он будет вычислено автоматически, предполагаем, что у нас этот маршрут задан в файле roots.rb. И далее мы проверяем, что контроллер у нас называется, контроллер action name, то есть мы обращались к некому маршруту articles.url. Этот маршрут должен быть оттранслирован к действию, которая называется индекс. в отклике мы должны получить media type, то есть форму данные, которые разрезаны на несколько кусочков, и у нас в статье слово articles должно присутствовать в теле ответа. То есть вот что здесь написано. Другой вариант — это обращение к конкретным действиям, то есть вариант вот такой. У нас есть, например, тест, который проверяет, если мы обратились к некоему ресурсу, например, индекс, проверяет, что у него есть в контексте контроллера переменная уровня экземпляра контроллера, которая называется post. Ну, post значит вот такого вида. И, собственно, то, что мы здесь видим, это не что иное, как код этого контроллера. То есть, допустим, у нас в индексной странице есть присвоение переменной posts, которая получает все записи, то есть все сообщения, которые у нас были. То есть, а тест проверяет, что у нас эта переменная есть. Это, во-первых, что она есть, а во-вторых, что тот результат, который мы можем прочитать здесь из базы, полностью соответствует тому, что записано в контроллере. Но тут надо отметить, что вообще-то вот эта вот функция, эта возможность прочитать какие-либо переменные из контроллера, она удалена из Rails 5.1. То есть, вы можете добавить вручную при помощи такого вот модуля. То есть, если вы добавите в гемфайл такую запись, то у вас будет возможность обращаться к этим переменным из контроллера. Почему убрали? Ну, потому что мнение такое, что переменные внутри контроллера это собственность этого контроллера. И с точки зрения объектно-ориентированного программирования нехорошо обращаться к внутренностям контроллера снаружи. Дело все в том, что здесь мы работаем с именно наружным представлением, а лезем-то мы во внутренности контроллера. Что мы можем делать еще? Ну, следующий этап это тестирование представлений. То есть, не просто тестирование кода контроллера, а тестирование представлений. Чем представление отличается от контроллера? Представление это то, что должно быть отображено на стороне пользователя. В принципе, здесь есть здравый смысл, естественно, тестировать представление. Дело в том, что представление зависит от тех режимов, которые мы запросили. Мы можем запросить разные режимы отображения для разных устройств, мы можем все это проверить. Что если мы задали параметр такой-то, у нас соответствует это представление в формате SQL, например, SQL, не SQL, а XML, JSON, либо какого-либо еще другого формата. С другой стороны, мы можем, например, проверить разметку. То есть мы знаем, что при обращении к view у нас должно быть представление, в котором будет HTML-разметка, и должен быть некий параграф, у которого есть идентификатор result. Причем у этого параграфа должно быть значение unknown. Допустим, мы говорим о неком калькуляторе, который, если ему передали запросы без каких-либо параметров, возвращает значение unknown. В чем здесь различие? Дело в том, что логика здесь проверяется косвенно. Значит, если по предыдущим слайдам мы могли обратиться к переменным, которые у нас объявлены внутри контроллера явно, то здесь мы можем только определить это по косвенным признакам, потому что представление это уже результат некой переработки логики, и это следует из названия представления результата в каком-то отформатированном виде. Мы не можем здесь обратиться непосредственно к переменной. То есть мы здесь должны проверять логику косвенным образом по наличию или отсутствию определенных элементов, ну и в общем-то, что там содержится внутри, вот таким образом и проверяем. Кроме того, в тестировании представления мы можем при помощи селекторов определять, например, нужные нам элементы. То есть есть утверждение, то есть assert это утверждение, утверждение, которое проверяет, что например, есть заголовок, который содержит тот текст, который мы здесь указываем. Соответственно, если этого заголовка нет, то и утверждение будет ложным, и тест не пройдет. Мы можем указать, что у нас есть unordered list, то есть несортированный лист, у которого есть класс navigator, у которого есть элементы, причем у этих элементов класс menu item. Мы можем сделать сколь угодно большой уровень вложности, мы можем даже использовать циклы для прохода и проверки, но в любом случае это косвенная проверка. То есть мы разбираем уже ту разметку, которая у нас находится внутри представления. следующим этапом тестирования является тестирование правил маршрутизации. То есть до этого то, что мы рассматривали, это было функциональное тестирование, которое проверяет либо логику контроллера как таковую, либо представление. Сейчас мы переходим к правилам маршрутизации. Почему важно проверять правила маршрутизации? Ну, это важно по причине того, что если вы это не проверите, вы рискуете оставить приложение с пустыми ссылками. То есть проблема в чем заключается? Проблема заключается в том, что даже не самое страшное, если вы оставите приложение, допустим, Rails, допустим, приложение калькулятор. Запустилось. Localhost 3000. Ну вот, как пример, ссылка без маршрута root. Допустим, маршрут. Были, допустим, где-то какие-то внешние ссылки. Но здесь почему я получил это сообщение? Да потому что у нас отладочный режим, и я тут же получил, что у нас нет таких маршрутов. У нас есть здесь два маршрута. Проверка по этим маршрутам должна быть произведена. Причем мы здесь видим, что у нас еще могут быть форматы, вот этот сегмент форматов. Так, двоеточие. 3000. Fib.input. И вот на страничка ввода. Это не калькулятор, это число Fibonacci. Ну хорошо, пусть будет число Fibonacci. То есть вычисляющее определенное количество. Значит, в чем проблема? Проблема вся в том, что я могу пытаться добавить что угодно еще. Но как минимум вот эти маршруты, которые указаны здесь, они должны работать. То есть это как раз задача тестов правил маршрутизации. Мы должны указать, что является допустимым значением, куда мы вообще должны обращаться и что должно происходить в этом случае. То есть если есть перенаправление маршрутов, эти перенаправления у нас должны отрабатываться. То есть тесты, правила маршрутизации мы можем указывать в такой схеме, мы можем указывать для какого метода, куда мы должны перенаправлять. Ну и самое главное, чтобы у нас действительно все эти тесты выполнялись. То есть для тех методов, которые мы указали, правила маршрутизации работали надлежащим образом. Строго говоря, есть еще одна проблема. Проблема забытой ссылки. То есть по ходу страницы, например, вы могли вставить какие-то элементы типа анкор, или линкту, или еще что-то. То есть ссылки на внешние ресурсы или ссылки внутри вашего приложения, о которых вы потом забыли, а ссылки остались висеть. Но ничего хорошего вы не получите, когда отобразите это конечным пользователям. Следующий этап тестирования — это так называемый интеграционный тест. Интеграционный тест проверяет логику, логику взаимодействия. Но чем принципиально он отличается от функциональных тестов? Принципиальное его отличие заключается в том, что если в функциональном тесте мы проверяем ровно один контроллер, либо ровно одно представление этого контроллера в одном тесте, то в интеграционном тесте, не просто так он называется интеграционный, он связывает действия нескольких контроллеров. Типичный пример. Предположим, у вас есть приложение, в рамках которого вы должны указать логин, пароль, допустим, имя, фамилию. Только после этого, если вы ввели правильный логин, пароль, вы можете попасть в функции этого приложения. Если вы ввели правильно, то вы попадаете. Если вы ввели неправильно, вы не попадаете. Оба случая должны быть проверены. То есть вы должны написать такой тест, который создает пользователя, создает ему правильный логин, пароль. После того, как эти логин, пароль созданы, значит, пытаемся ввести правильные значения, неправильные, пытаемся как-то подобрать и взломать приложение. Ну, то есть сделаем типовой маршрут, которым мы проверяем наше приложение. И то, что мы здесь видим, мы как раз и проверяем. HTTPS — это проверка на то, что у нас протокол используется с шифрованием, то есть SSL. Но, естественно, если вы ваше приложение не настроили на использование SSL, у вас ничего не выйдет. Для этого нужно поставить сертификат, хотя бы бесплатный сертификат от службы LSN Crypt. Обращаемся к какому-то маршруту, в данном случае просто get без указания контроллера, проверяем маршрут. Предполагаем, что он найден. Проверяем, что действительно есть отклик. А вот следующее мы проверяем, что через обращение к этому логин у нас было перенаправление на форму, через которое мы можем проверить, что у нас было там перенаправление. Например, welcome path. То есть после того, как мы выполнили отправку запроса, нас перенаправили на страницу, которая называется welcome. И после этого мы можем проверить, что у нас есть соответствующее сообщение. То есть флэш, механизм флэш — это Rails механизм, который позволяет добавлять соответствующие данные и оповещать, правильно даже сказать, использовать его в качестве оповещения внутри форм. Почему флэш? Ну, потому что он чаще всего используется для всплывающих сообщений. И, соответственно, дальше мы проверяем, что мы получили доступ к ресурсу, и мы можем делать теперь что угодно. Так вот, если не выполнится хотя бы один из шагов вот этой последовательности, интеграционный тест не пройдет. Если мы не можем зайти вот с указанными логином и паролем, значит тест не пройдет. Вопрос относительно значения — это уже следующий вопрос. То есть тест, естественно, готовится вручную, и он не может существовать полностью в автоматическом режиме, он не может создастся в автоматическом режиме. То есть его надо создать, его надо проверить. После того, как мы набрали все данные, написали тесты, мы можем говорить об автоматическом тестировании. Следующий момент — это тестирование почты. Дело в том, что большинство современных веб-приложений работает с почтой. Почта у нас используется для подтверждений, для оповещения пользователей, но она является исторически, пожалуй, самым развитым и самым распространенным механизмом взаимодействия с пользователями. То есть, что бы вы ни делали, вы отправляете почту, и предполагаем, что большинство пользователей у нас в интернете имеет почту. Обновление, конечно, это использование типа SMS, но SMS все же не столь распространены. Что мы делаем в рамках тестирования почты? Дело в том, что для того, чтобы протестировать приложение, нам нужно кому-то отправить почту. Но если мы реально будем отправлять почту, то у нас проблема. Проблема заключается в том, что нам надо иметь реальные адреса этих самых пользователей. Нам нужно так обеспечить, чтобы они получали эту почту. Нам нужно иметь возможность получать, проверять их ящики. То есть, так, если уж откровенно говорить, то возможности у нас доступ к чужим ящикам ограничены. Мы не можем создать миллион ящиков и проверить, что мы делаем рассылки на миллион пользователей. Плюс сам сервис отправки почты, но он нас может очень легко заблокировать, если мы будем интенсивно отправлять почту даже на свои ящики. Просто потому, что эти услуги, как правило, платные или ограниченные. Что делать? Выход очень простой. Выход заключается в том, что мы должны сделать такое тестирование, которое позволяет, не отправляя реально почту внутри нашего приложения, выполнить все действия, которые реально выглядят с точки зрения нашей программы, как отправку почты, но при этом эта почта накапливается внутри нашего тестирующего приложения. Такая возможность, естественно, и есть. Это экшн-мейлер, имеет средство тестирования. То есть, в данном примере мы отправляем некую почту и мы проверяем, что у нас просто-напросто есть те адресаты или та почта, которую мы указываем, в накопленных письмах. После того, как тест завершается, у нас полностью эта очередь будет очищена. То есть, это позволяет избавиться от внешнего сервиса, от внешней зависимости. Но не всегда мы можем сделать такое тестирование. Значит, еще одна проблема — это зависимость от внешних ресурсов. То есть, ваше веб-приложение может, например, подключать какие-то сторонние сервисы, сервисы для анализа данных, сервисы для публикации данных, сервисы, которые являются источниками данных. Эти сервисы чаще всего являются сервисами, ограничивающими вас по количеству запросов, и сервисами, например, платными. То есть, сервисами подписки, которые считают, к примеру, количество обращений. Очевидно, что тесты вешать на платные сервисы — это плохо. Тогда вы будете за каждый запуск теста платить как за пользование тех ресурсов. Что делать? Делать очень просто. Эмуляцию. И для эмуляции у нас есть так называемый mock object. Mock — это в переводе с английского это пересмешник. То есть, идея заключается в том, чтобы создать некий объект, который с точки зрения нашего приложения выглядит как настоящий сервер. Он ведет себя абсолютно как настоящий сервер. При обращении по определенным запросам, по определенным методам и адресам к нему он выдает тот результат, который мы ему здесь указали. В целом он похож на настоящий сервис. То есть, в этом идея mock-тестирования. Мы не имеем возможности подключить настоящий сервер сервер или сервис, но мы создаем эмулятор, и с этим эмулятором логика нашего приложения работает так, как будто бы она работает с внешним сервисом. Глубоко я рассматривать это не буду. Здесь я рекомендую посмотреть то, как используется в соответствии с документацией. WebMock, Mocka, Arspec.mox. Как запускать тесты? В Rails традиционный способ вплоть до Rails 4 включительно. Способ запуска тестов это команда rake. То есть, rake без параметров или rake-тест. В Rails 5 признали, что запуск команды rake это избыточно. У нас есть универсальная команда Rails, и в рамках нее мы можем сделать что угодно. То есть, Rails-тест, 5-я Rails запускает тесты. Мы можем запускать отдельно тесты производительности, функциональные, интеграционные, тесты дополнительных модулей, либо модульные тесты. Но с точки зрения нашего приложения выглядит оно примерно следующим образом. Допустим, мы... Сейчас посмотрим код нашего приложения. Мы хотим воспользоваться приложением... Так, заранее. Не подготовил приложение, значит покажу здесь. У приложения есть контроллер. Ну, допустим, fib-контроллер. Мы видим приложение, у которого есть два действия, input и view. И на view происходит расчет чисел Fibonacci. То есть, есть один аргумент нам. Результат возвращается через result. И теперь мы хотим проверить, а что, собственно, происходит. Результат. Ну, мы можем здесь посмотреть, как выглядит тест. Тест для input не проверяет ничего. Проверяет только то, что мы возвращаем статус OK 200. Тест, реальный на get, на вычисление, делает следующее. Он просто-напросто вызывает действие, которое называется view. Причем здесь, обратите внимание на то, что get мы вызываем только для одного действия. Почему? Да потому что мы, наверное, сейчас работаем в рамках функционального теста, который однозначно привязан к контроллеру fib-контроллер. Мы здесь указываем. Передать параметр нам, в формате JSON, кстати, как равный 5. Все, что мы дальше проверяем, вот в этом устаревшем формате, обращаясь к переменной result, мы проверяем, что последний элемент массива чисел Fibonacci равен 5. Если мы запросили 5, это значит должно быть равно. Далее мы проверяем, что доступ, результат выполнения, то есть после того, как мы применили представление, у нас должен быть статус 200, и у нас должен существовать хотя бы один another list. Ну, я надеюсь, что вы помните, что у нас получается результатом работы этого приложения. Запустим приложение. И вернемся к странице Fib. То есть мы здесь видим аргумент, который мы им передали. Мы видим ordered list. Inspector. Точнее, это неправильно сказал, это ordered list. Все, вот он, UL. И выведено значение. Ну и видим. Первые 5 чисел Fibonacci, пятые действительно равны 5. Теперь, как запустить тест. Тест запускается как, поскольку здесь приложение пока еще старое, то есть четвертый Rails, rake, без аргументов, или rake-test. Значит, итогом мы видим. Так, вот оно, начало теста. Что у нас запущен тест? У нас было запущено 2 теста, проверено 4 утверждения и 0 ошибок. То есть вот что мы получили. Но опять же мы можем сделать распечатку. Test. Functional Fib. Так. Controllers. Fibcontroller. То есть утверждение было первое, утверждение второе, третье, и утверждение в другом тесте четвертое. Ну, логичнее было бы, конечно, их считать последовательно. То есть видим, что результат выполнения у нас все в порядке, тесты пройдены. На этом мы рассмотрели основные принципы тестирования Rails-приложений, и вторая часть нашей лекции посвящена другим альтернативным способам тестирования, скорее даже средствам тестирования или фреймвокам или библиотекам тестирования. Первое, с чего мы начнем, это библиотека RSpec. Библиотека или фреймвок, как в данном случае ее разработчики называют, относится к классу Behavior-Driven Development. То есть BDD. Что это значит? Это значит, что код какой-либо мы пишем после того, как мы написали тесты. То есть идея разработки BDD заключается на том, что сначала мы определяем поведение, то есть определяем, как должна вести себя программа, и после этого мы делаем наполнение. И если мы используем такой принцип, то получается, что тесты у нас написаны до того, как мы начали писать логику, если мы ошиблись в логике, тесты написаны в соответствии с требованиями, значит, виновата логика. Мы это сразу можем видеть. Но говоря откровенно, нет сейчас однозначно какой-либо рекомендации, что следует использовать. То есть Behavior-Driven Development это один из подходов к разработке программного обеспечения, но в определенных случаях это хорошо, в определенных случаях это плохо. Иногда лучше написать код программы потом, написать сначала логику, потом написать тесты. Иногда хорошо написать сначала тесты. Это зависит от того, какое приложение вы разрабатываете. и, в общем-то, от многих факторов, в том числе от команды, которую вы используете. Универсального рецепта здесь нет. Также надо отметить, что RSpec относится к классу Domain Specific Embedded Language. То есть D, D, S, и L. То есть не просто Domain Specific Language, а Embedded Language. Что это значит? Это значит, что вы можете писать на Ruby в рамках тестов RSpec. Установка RSpec очень просто. Как и большинство библиотек для Ruby, это просто GEM Install ими в библиотеке RSpec в данном случае. По поводу RSpec также следует отметить, что, по сути, это для Rails-приложений наиболее распространенный способ написания тестов. То есть боюсь, что в 90% случаев, если вы рассматриваете какое-либо приложение или компанию, которая занимается разработкой Rails-приложений и тестов, они будут использовать RSpec. Как выглядит тест на RSpec? Допустим, у нас есть некий класс игра. И описан он в файле game.rb. Вот он, класс game. Предполагаем, что мы что-то катаем. Ну, допустим, это боулинг. Вообще-то раньше это было в явном виде боулинг. То есть мы кидаем шар. И вот эти самые pins, сколько у нас кегли и выбиты. В данном случае логика у нас пустая, и мы считаем, что у нас счет должен быть равен всегда нулю. Теперь смотрим на тест. Тест для RSpec выглядит следующим образом. здесь должно было быть написано game, а не боулинг. Как выглядит тест? Мы пишем описать игру, в которой писать в контекст счет, что должно возвращаться ноль для всех игр, в которых шар улетел в канал. При этом тест выглядит следующим образом. Создать новую игру, 20 раз кинуть с нулевым результатом, ожидается, что счет игры равен нулю. То есть, что бросается в глаза? Бросается в глаза, во-первых, структурирование. То есть, тест описан, тест в явном виде здесь присутствует, конкретный тест человеческий, указано, что он должен делать. Есть код на рубе внутри, вот код логики. То есть, мы делаем какое-то действие, которое совершается здесь, и дальше мы пишем утверждение. Причем, в отличие от предыдущего случая, мы не пишем просто некое абстрактное утверждение. Мы почти естественным человеческим языком, в данном случае английским, пишем, что ожидается, что счет игры, ну, game в данном случае объект, а score это метод, который у него есть. Ну, или, если опять же читать это на английском, то expect score to equal zero. То есть, мы получаем осмысленную фразу, смысл которой носителю языка становится понятным. То есть, мы избегаем чисто программистских конструкций, и поэтому мы здесь говорим о языке, предметно ориентированном на написание тестов. Что мы можем использовать по конструкциям? Ну, во-первых, метод, который называется describe. Почему я вот здесь называю методом? Да потому что, если мы присмотримся, мы вспоминаем, что вообще-то это Ruby. Значит, раз у нас есть в конце блок, то у нас должен быть метод, и должен быть аргумент. Соответственно, внутри it это не что иное, как метод, имеет аргумент строка, описывающая, что он конкретно делает, а doEnd это блок внутри этого метода. Вернемся к нашему DSL, то есть, к языку, который описывает тестирование. Что мы здесь видим? Мы видим описание теста, которое делает что-то. В рамках этого теста мы создаем некую запись в блоге с заголовком hello и ожидаем, что эта запись в блоге должна быть чему-то равной. Ну, то есть, здесь неполная, это пример неполный. Ну, должно делаться что-то еще. То есть, опять, пишем какие-то действия, выполняем что-то и говорим, что ожидается, что вот это что-то должно быть равно чему-то. Эту формулу мы можем свернуть более компактно. Дело в том, что есть метод, который называется let. Опять, с точки зрения Ruby, это метод, у которого есть аргумент и у которого есть блок. блок. Мы единственное, что здесь меняем, смотрите, если мы на предыдущем слайде, мы создавали явно переменную, это была локальная переменная, то здесь мы ожидаем, что она чему-то у нас с результатом работы равна, но переменная явно не создана. То есть, как она здесь создается? Она создается через getter, под который будет подставлена эта переменная. То есть, на самом-то деле, вот это метод, который нам позволяет получить то, что инициализируется вот здесь. Но с точки зрения синтаксической, с точки зрения языка DSL, мы просто получаем сокращенную форму. То есть, вместо того, чтобы писать отдельное создание некой переменной, что-то такое громоздкое, мы пишем, что, положим, что переменная такая-то, определяется блоком таким-то. Причем мы можем дальше использовать ее несколько раз. То есть, нам не надо вот этот код писать каждый раз, дублируя внутри каждого из тестов. Есть следующая тонкость. Дело все в том, что LED есть в двух формах. LED без восклицательного знака и LED с восклицательным знаком. Восклицательный знак, опять же, опираясь на синтаксис Ruby, у Ruby восклицательным знаком означается модифицирующая операция. То есть, в данном случае это операция, которая не просто модифицирует, а это операция, которая принуждает к чему-то. В чем отличие? Этот пример три теста. Два LED для двух переменных или геттеров, каунт и каунт 2. Причем, внутри них у нас сделано следующее. У нас сделана распечатка. распечатка некого слова. В данном случае LED 1 и LED 2. С восклицательным знаком, просто чтобы было их видно. Что мы делаем в теле LED? Мы используем глобальную переменную. Поскольку у нас Ruby, то никто нам не мешает писать абсолютно любой код до describe. Это глобальная переменная, счетчик, которая изначально равна нулю. Для чего она нам нужна? Она нам нужна для того, чтобы понять, как работает механизм LED и почему он здесь написан ленивым. Ленивым он здесь обозначен по очень простой причине. Дело все в том, что вот этот код внутри блока будет выполнен только тогда, когда у нас есть обращение. То есть, когда мы ожидаем результат, когда мы хотим получить какое-то переменную, какое-то значение, выставленное через LED, именно в этот момент у нас и будет вычислено значение. Обратите внимание на следующее. Две строки в первом тесте у нас сравнивают, что у нас count имеет значение 1. То есть, почему имеет значение 1? Дело все в том, что LED внутри одного теста вычисляет значение только один раз. И это значение будет сохранено до теста, до окончания теста. То есть, блок, который здесь выведен, он выполняется один раз. После этого мы получили значение count, и мы можем что угодно с ним делать, его значение не меняется. Но если мы переходим к следующему тесту, то этот блок будет вызван ровно в тот момент, когда мы обратились к этому getter. Значит, в этот момент у нас распечатается LED1, и еще раз у нас произойдет присвоение переменной count. Как вообще сейчас эта переменная получает значение? Ну, здесь обращаю внимание, что вообще-то значение у нее будет вычислено при результате последней операции. То есть, для Ruby нам не надо писать слово return. У нас всегда результат возвращается по результату последней операции. Мы можем написать return, но, тем не менее, если его нет, результат последней операции присвоения есть результат блока. И именно этот результат блока и присваивается как результат этой операции. Ну, print у нас упадает, его значение никоим образом не используется, а последняя операция присвоения. Именно поэтому у нас двойка. Второе, это у нас count 2. В чем здесь тонкость? Обратите внимание, в первом тесте у нас count 2 отсутствует вообще. Count 2 у нас появляется, у нас значение для него всегда фиксированное, и оно появляется только во втором тесте. Мы проверяем, что оно равно единице. И в третьем тесте у нас только count 2. count 2. Теперь посмотрим на результат вывода. Результат вывода, который мы получим в консоли по выполнению этих тестов, выглядит следующим образом. Сначала мы получим led 2, потом led 1, точка, результат выполнения теста, значит, все в порядке. Для второго теста led 2, led 1, точка, и для последнего led 2. То есть, что здесь подозрительно? Смотрим на первый тест. Есть ли у нас здесь led 2? led 2 у нас здесь отсутствует. Но led 2 это тот самый led с восклицательным знаком. То есть, led с восклицательным знаком это присвоение некоего значения безусловно перед каждым тестом. То есть, по сути, он является аналогом before filter. Он выполняется, он присваивается безусловно, независимо от того, запрашиваете вы его или нет. И именно поэтому первое, что мы здесь получаем, это распечатка вот этого самого значения led 2. после того, как мы обратились внутри первого теста к значению, которое должно быть вызвано через led, мы получили распечатку led 1. Обратите внимание, led у нас перечислено сначала первый, потом второй, но в распечатке мы получили сначала второй, потом первый. Почему? потому что второй, безусловно, заполнился, а первый это тот самый lazy или ленивый led. То есть, реально блок был вызван только после того, как мы сделали обращение. Но до этого этого обращения не было. Во втором вызове, здесь все достаточно очевидно, опять принудительно сначала вычислен count 2, ну потому что он сделан безусловно, после того, как управление было передано внутрь блока этого теста, было произведено обращение к соответствующему коду этого самого присвоения led и мы получили распечатку led1. А в третьем тесте у нас led1 отсутствует вообще и мы получили присвоение led2. Значит, насчет того, как запускается Arspec-тесты. Они запускаются очень просто. Допустим, у нас есть led2. Вот простенький тест, который был взят из документации. В принципе, если бы мы указали с чем стартовать, то есть указали бы здесь require rspec, он мог бы запуститься автоматически к обычной Ruby программе. Ну, запустим его rspec led2. rspec. rspec – это спецификация. Значит, запускаем и получаем вывод. То есть, вот эти распечатки это то, что мы подставили здесь как распечатки параграфа. Причем, обратите внимание, этот тест иллюстрирует before и after. То есть, действие, которое выполняется перед каждым тестом и после каждого действия, мы распечатываем значение count, которое у нас есть. То есть, перед первым тестом значение count было нулю, после стало единички. Перед вторым значение count было единички, ну, потому что led у нас вызывает изменение вот этой глобальной переменной. И в конце стала двойка. То есть, в итоге, вот мы получили результат. Так, ну, помимо всего прочего, rspec умеет форматировать результат, ну, ладно, я показывать его сейчас не буду. Я покажу запуск второго теста. Вот он этот тест, который проверяет проверяет последовательность вывода flat. То есть, точки, которые вот здесь отображаются, это точки, соответствующие номеру теста. То есть, если какой-то из тестов не пройдет, по умолчанию rspec обозначает символом f favor. Кроме того, для компоновки тестов внутри rspec у нас есть метод context. По большому счету, он эквивалентен describe, но он нужен для того, чтобы логически завершать описание. То есть, вы сами выбираете, когда лучше использовать метод под названием context, и когда метод под названием describe. То есть, законченные логически или незаконченные, если это объединение тестов, они могут быть иерархическими в том числе. Ну, видим какой-то пример с before действием. То есть, действие, которое выполняется всегда до выполнения любого из тестов. И в случае теста вот проверяем, что мы выполнили какой-то поиск для пользователя по почте, что текущий у нас должен быть адрес соответствующим таким-то адресам, и должен быть соответствующий тег. Есть метод specify, который позволяет в сокращенной форме убрать it, то есть, вместо вот такого длинного теста, если у нас действие элементарное, мы можем просто-напросто сократить его до specify. Specify — то действие, которое выполняется. Итого, тест сокращается до элементарного. То есть, let действия перед тестом, specify, что, собственно, должно происходить. То есть, простейшая замена, before мы можем заменить как let во многих случаях, а it заменяем как specify. В R-spec версии второй произошло следующее изменение. До второй версии форма, которая считалась, что наиболее близка для человека, она выглядела как специальный метод, который динамически присоединялся к получателю, то есть ресивер в данном случае, это получатель, для которого мы проверяем. Метод shoot. Метод shoot, с одной стороны, это позволяло действительно писать красиво выглядящие фразы, то есть, какое-то значение должно быть равно тому-то. Но проблема заключается в том, что метод динамический. То есть, из-за того, что этот метод динамический, он создавал определенные проблемы с перекрытием, с теми самыми, ну, по сути, это миксинг, это примесь, которая привешивается к разным значениям, и возникали конфликты, когда RSpec подключался и пересекались эти имена. То есть, проблемы были с тестами, проблемы были с теми программами, которые делали, не ориентируясь на RSpec. Версии, начиная с третьей, они отказались от этого, и они сделали метод, который называется expect, то есть, мы подставляем внутри expect то значение, которое есть, оно не модифицируется, не меняется, ничего к нему не примешивается, а уже тот объект, который возвращается после expect, у нас получает метод to, to not и прочее. Здесь мы плавно переходим к разделу RSpec expectation, то есть, ожидание. Что такое ожидание? Ну, полный перечень, опять же, рекомендую смотреть по документации, потому что он достаточно большой, и RSpec это гибкий язык, то есть, мы видим большое количество различных разделов, возможных вариантов, как это использовать, причем тоже не все, которые возможны, а минимальные. Что, тем не менее, мы здесь можем видеть? Что expect, то есть, ожидается что-то, равным чему-то, equal в двух формах, equal как E, Q, либо E, Q, L, либо not to equal, to be, то есть, быть чему-то, или equal в полной форме, то есть, кто как привык, в зависимости от того, с какого языка пришли, такие формы и используем. To be, там, арифмологические операции, сравнения, это меньше, больше, прочее, их достаточно много. To be, в диапазоне, то есть, быть чем-то, там, ожидаемым, чем-то, том-то. Соответствие, строковое, метод с распознаванием шаблона, метод, который включает в себя какое-то свойство, методы, которые проверяют, например, там, для массивов, для ассоциативных массивов или множеств, которые проверяют, входит ли элемент в данные actual, то есть, текущее значение, начинается ли, типичные строковые вещи, входит ли, или содержит ли точно то, что мы здесь указали, и соответствует ли, там, ну, по сути, два синонимичных метода. Как подключить RSpec в Rails? Ну, подключается очень просто. Мы должны включить гем RSpec Rails, и мы должны хотя бы раз установить RSpec в Rails, то есть, мы должны запустить генератор, который называется генератор RSpec Install. Кроме того, мы здесь должны установить соответствующие форматы, мы должны определить, каким образом, никакое переменное окружение у нас оно работает. Чем хорош RSpec? Если мы вспомним традиционный метод тестирования Rails, это юнит-тесты, то, вообще-то, это обычный текст. С ним работать неудобно. То есть, его вообще сложно разбирать в произвольном виде, его сложно смотреть. RSpec имеет шаблоны, шаблоны для вывода. И вот один из примеров шаблона выглядит следующим образом. Мы можем экспортировать в формате HTML, значит, если мы откроем этот HTML, мы имеем возможность отфильтровать по тестам, которые прошли, которые завалились, которые были отложены. И вот видим зеленые подмеченные тесты, которые прошли успешно. Если у нас что-то прошло неуспешно, то, значит, оно вывалится и будет показано красным. То есть, вот такие отчеты в человеческом виде нам удобны. Помимо того, что RSpec позволяет вводить в красивом формате, надо отметить, что сейчас RSpec скопированным во многих других технологиях за пределами Ruby. То есть, сам синтаксис, сама идея описывать в человекоподобном или удобном для восприятия человека формате соответствующими методами типа Describe, типа Expect. Эта идея сейчас использована во многих средствах, и в том числе для языка JavaScript. И даже если вы хотите тестировать, например, средства типа Angular, вы можете использовать соответствующие средства для тестирования, которые позволяют описывать тесты в RSpec подобной форме. Ну, почему мы здесь рассматриваем именно RSpec? Ну, потому что именно технологии Ruby дали этот самый толчок, который породил развитие подобных средств в других языках программирования и технологиях. Следующее средство тестирования называется Cucumber. Мы также его здесь должны рассмотреть, потому что это немного другой способ тестирования. Это чистый domain-specific language, это не domain-specific embedded language, как был RSpec. Он также является достаточно популярным, хотя и менее популярным, чем RSpec. Он относится также к Behavior-Driven Development Framework. Что такое Cucumber? Cucumber в переводе с английского это огурец, и логотип его это как раз традиционный сердцевийный огурца, форма его квадратная, почему скорее следует спросить разработчиков. Язык, на котором мы пишем, он называется Gerken. Gerken в переводе с английского это корнюшон, то есть domain-specific language для описания тестов. В чем основная идея Cucumber, и в чем он принципиально отличается от RSpec? Он отличается тем, что у нас есть две фазы. У нас есть фаза описания тестов, и есть фаза, которая позволяет описать шаги этих тестов. Сами тесты пишутся на языке, который максимально ориентирован на человека. Проблема RSpec заключается в том, что тесты, которые мы написали на RSpec, мы не можем показать, к примеру, руководителю предприятия, потому что это смесь между тестом и тестом, и логикой, которая нам минимально нужна, написана на Ruby. Значит, человек, который не является программистом, может быть, что-то поймет по названию тестов, но тем не менее ему будет сложно понять суть. Идея QCumber заключается в том, что надо отделить описание теста от логики как таковой. То есть, то, что мы пишем на языке Геркин, на самом-то деле является текстом на естественном языке, или оно очень похоже на текст на естественном языке. Поддерживается интернационализация. Это значит, что вы можете тесты писать в принципе на любом языке. И сам тест выглядит примерно следующим образом. Этот тест у нас представлен на английском языке, но тем не менее, если вы носитель языка, вы можете увидеть, что здесь ничего программистского нет. Значит, здесь есть описание некой особенности, то есть, описание фичи делается что-то с чем-то. Это не столь важно, это текстовая часть, она никоим образом не интерпретируется. А дальше идет сценарий, в котором мы определяем некую бизнес-ситуацию, данные некоторые предусловия и некоторые другие условия. Когда у нас выполняется действие, а также какое-то другое действие и действие еще какое-то, то в этом случае у нас должен быть получен такой-то результат. То есть, вот он тест. Если вы посмотрите на этот тест с точки зрения носителя языка, то да, он может быть несколько корявый с точки зрения обычной естественной речи, но все же он очень близок к естественным представлению на естественном языке. Это уже не как таковой язык программирования. Но тем не менее, тем не менее, с точки зрения domain-specific language, это именно язык программирования, описывающий то, как надо протестировать. Естественно, мистики здесь нет, и для того, чтобы она как-то работала, используется механизм, который позволяет описать эти ситуации. Для того, чтобы сделать интернационализацию в языке Геркин, есть возможность сделать замену следующим образом. Через соответствующие служебные слова. Эти служебные слова, например, фичи, сценарио, гивен, вен, дэн. То есть, и для каждого из этих слов мы можем описать свою локаль, в которой дать альтернативу. Для русского языка, например, фичи — это функция, функционал, свойства. Сценарио — это сценарий. А гивен, допустим, дано, пусть. Вы выбираете то слово, которое вам больше нравится. Если вы делаете для конкретного заказчика теста, вы, в принципе, можете подобрать слова, которые вам нужны. Ну, видите, здесь и then, when, end, but, и так далее. Здесь просто-напросто описываете свой файл интернационализации, так как вам это нужно. Так, это мне не было нужно. Слово сказать, значит, они изменили адрес. На русском языке это выглядит примерно следующим образом. То есть, функция такая, делать то-то, то-то. Ну, надо сказать, что вот этот пример, который я привожу, мы делали с одним из моих бывших студентов, которым как раз делали эксперимент по интеграции в средства под названием SQL. и вот это вот, это была попытка описать тест на Cucumber, в рамках которого подставляются картинки. Вот, студент, это был Иван Евграфов, и он как раз описывал шаблоны для тестов с тем, чтобы можно было в SQL вставить представление, с тем, чтобы в SQL можно было видеть картинки как картинки, и в то же время мы могли запускать тесты на Arspec и на Cucumber. То есть, с точки зрения просмотра в среде разработки вместо имен файлов мы здесь видим картинки. И сценарий заключается в следующем. Значит, если сценарий вызвать окно открытия проекта, если я выбираю там то-то, то я должен видеть то-то. Ключевые слова вот они. То есть, сценарий если то и. Сценарий если то. Это ключевые слова, на которые мы должны написать правила. А вот сами правила мы должны писать на вот такие фразы. Теперь вопрос, а как мы их пишем? А пишем мы их очень просто. мы пишем соответствующие шаги, то есть step definitions или определение шагов, в рамках которых мы говорим в форме регулярного выражения разбор этих фраз. То есть, ну, конкретно если выбираю что-то, то есть, видите, если выбираю что-то. Это конкретный метод если. У Ruby нет проблем с написанием методов на любом языке. Дальше шаблон и do.ent это блок этого метода. А шаблон здесь как регулярное выражение. Причем в этом регулярном выражении у нас есть две группы. И эти две группы передают выделенные значения в переменные, которые подставлены. А дальше дело техники. Дальше разбираемся уже это пример опять же при помощи средств SQLX в рамках которого мы разбираемся куда мы нажали и нашли ли мы этот элемент. Чем хорош QCUMER? Развиты средства формирования отчетов. То есть, мало того, что мы можем делать текстовый отчет. Мы можем его делать графически. Мы можем здесь подменить шаблонизаторы. В том числе Иван как раз делал проект, который делал свой шаблонизатор, который в отчете, точнее не шаблонизатор, это генератор отчета, который позволял видеть здесь картинку. Можно взять чистый XML-текст. Этот XML-текст, например, с отчетом о выполненных тестах мы можем запустить систему непрерывной интеграции. То есть, результатом выполнения этого теста мы можем загрузить на систему сборки, тестирования, которая автоматически нам скажет, что тесты такие-то прошли. То есть, этим как раз QCUMER и хорош. но сложность его заключается в том, что нам надо описывать словарь действий. То есть, его основная идея заключается в том, что программист должен написать стандартные фразы, у которых может быть какая-то переменная часть, а человек, который пишет тесты, он может не уметь программировать, но он должен пользоваться этим словарем фраз, и, используя этот словарь фраз, он составляет, собственно, тест. Следующий большой раздел это тестирование со стороны браузера. То есть, что такое тестирование со стороны браузера? Мы со стороны Rails можем протестировать далеко не все. Со стороны сервера мы тестируем только серверный код. Максимум мы можем протестировать представление, но ведь у браузера есть свои задачи. То есть, браузер имеет JavaScript. JavaScript мы протестировать на сервере не можем. Представление, которое содержит вставки на JavaScript, оно пассивно, оно не выполняет никакой код. Для того, чтобы JavaScript начал выполняться и для того, чтобы выполнить какие-то конкретные действия, нам нужно иметь активную программу агента, нам нужен браузер. Дальше. Верстка. Она может сместиться. Значит, верстка в зависимости от типа браузера, от того, какая версия браузера. Есть разные поддерживаемые элементы CSS, значит, по-разному интерпретируемые элементы, по-разному интерпретируемые действия JavaScript. Все это также надо проверять. В том числе, проверка должна осуществляться вплоть до попиксельного сравнения. Правильные шрифты, правильно ли у нас после обновления какой-то версии программы обеспечивать тренировное отображение ровно так же, как было до этого. И, в общем, это тоже большая. В общем, это тоже большая проблема. Кроме того, тестирование браузера в принципе мы можем делать на любом языке. Мы можем проверять подвисшие ссылки, мы можем проверять, правильно ли у нас стоят ссылки, например, на картинки, то есть, правильно ли картинки поставлены по месту. Те ли иллюстрации, которые должны быть на самом деле. В этом смысле тут уже потребуется конкретный человек, тестировщик, потому что автоматически мы можем только по словарю проверить, если мы знаем допустимые страницы, знаем ссылки на картинки, которые должны быть на них, но совсем не факт, что мы это можем определить автоматически. То есть, в какой последовательности они идут и что там изображено. Президент в профиле или президент в анфасе или как-то еще. Так, ну и само собой проверка работоспособности JavaScript кода, как я уже успел сказать. Как тестировать? Да, море средств, как это тестировать. И самое простое средство это seural утилита, которая позволяет нам просто подключиться к какому-то ресурсу. Мы можем писать скрипты на любом языке. Есть очень широко используемое средство, которое называется Selenium. Средство Selenium это средство, которое позволяет получить управление над браузером и вы можете писать программу, которая управляет через браузер элементами разметки дом. То есть, имея тестирующую программу на любом языке, вы можете обратиться к элементам, которые находятся внутри браузера, внутри окна, доступны с точки зрения JavaScript кода. SQLX, как я уже сказал, это графическое тестирование. Так, ну и есть масса коммерческих программных продуктов, их, можно сказать, море. В общем-то, и на чем там проверять, и какие языки используются, это отдельный разговор. seurl это один из самых простейших способов, но дело в том, что seurl есть в большинстве операционных систем, ну разве что кроме Windows. То есть seurl в простейшем виде, ну например, там обращаемся к какому-то сайту, ну и она проверяет, какой статус. Если мы распечатаем полный перечень, то мы можем увидеть, что в принципе seurl позволяет нам обращаться и выполнять действия, все те же действия, которые характерны для браузеров. То есть возможности восстановить шифрованные, не шифрованные, через прокси соединения, без прокси соединений, подставить, например, куки, подставить сголовки, которые нам нужны. И все это мы можем сделать. Так, почему нас не пустил Яндекс? Ну, не исключаю, что он просто плохой ресурс для этих целей. Обратимся к OpenNet. Ну, да, здесь все работает. То есть мы обратились к ресурсу и получили страницу в итоге. То есть по большому счету seurl не проверяет ничего. Он просто прикидывается браузером, он отправляет соответствующий заголовок по умолчанию в get и получает ответ. И здесь мы можем анализировать, что мы собственно получили. Ну, некоторые проблемы из-за того, что OpenNet слишком консервативно. До сих пор используют кодировку COE8R, а у меня в локале кодировка установлена UTF-8. То есть именно поэтому мы не получили. То есть seurl в принципе это один из самых универсальных простых способов. Если у вас есть только операционная система на Linux больше ничего, вы можете при помощи seurl, например, и bash написать любую программу, которая проверяет любой код, который есть на браузере. Есть, кроме того, библиотека seurl. Разработка это вот он указанный сайт. Здесь я уже успел несколько слов сказать. Значит, самое важное то, что для seurl мы имеем возможность привязывать, например, заголовки аутентификации. То есть seurl это не просто get-запрос, а это возможность сымитировать абсолютно любой запрос браузера. То есть веб-приложение со стороны сервера не способно отличить seurl при правильной настройке от реального браузера. То есть мы можем подменить любые заголовки, мы можем прикинуться абсолютно любым браузером операционной системой, ну и в общем-то бедному веб-агенту больше делать нечего, кроме как ответить так, как если бы он ответил этому браузеру. Следующий способ написания скриптов это написание скриптов на Ruby. То есть мы можем воспользоваться методом open. Например, в этом случае мы отправим get-запрос. Get-запрос к соответствующему ресурсу. И, к слову сказать, такой же способ вы можете использовать для обработки данных с чужих сайтов, ну при условии, что лицензия позволяет это делать. То есть мы можем использовать вот такую форму, мы можем чуть более сложную форму, распечатать заголовки, содержимое, отклика и так далее. То есть нужно. Если вам этого недостаточно, то есть соответствующие библиотеки net-http. Net-http позволяет уже сделать не только get-запрос, а любой запрос с точки зрения протокола http. То есть мы можем параметризовать сголовки, мы можем указать, что у нас, например, запрос типа post или типа get. Если это post-запрос, мы можем собрать его из нескольких частей. в общем-то в этом случае мы можем писать абсолютно любой скрипт, который, опять же, будет позволять вашему скрипту на Ruby прикидываться любым настоящим браузером. И плавно я пришел к SQLX. Что такое SQLX? Плотно я сейчас рассматривать не буду. Опять же, по историческим причинам я ее указываю. SQLX интересна тем, что она работает с распознаванием изображений. Когда-то она была сделана в Массачусетском технологическом институте. Как она попала дальше к Раймундухоуку я точно не знаю. Но, скорее всего, просто первые разработчики сделали быструю идею, отработали, что эта идея возможна. Идея заключается в том, чтобы написать визуальное средство тестирования, где критериями выполнения тестов является поиск этих картинок. И, в общем-то, SQLX использует в том числе, например, в тех случаях, когда нам нужно какой-нибудь формочки или в играх каких-то, после появления определенной кнопки или после появления определенного персонажа, картинки и прочего нажать на него. Здесь мы можем это сделать, потому что SQLX работает в терминах картинок. То есть, ожидать появления, кликнуть на, ну, клик, как здесь написано, нажать на картинку. То есть, файл в данном случае не текст. Это картинка, которая будет найдена на экране и именно туда будет сымитировано нажатие мышью. То есть, с точки зрения приложения, которое отобразило эту картинку, оно воспримет его, как будто на него нажали настоящей мышью. Ну, сейчас поддерживает развитие Раймонд Хока, очень немолодой товарищ, который живет где-то недалеко от Франкфурта. Ну, и когда-то я ему просто предложил добавить поддержку Ruby. В общем-то, поддержка Ruby, просто мне было интересно добавить поддержку через JRuby, и посмотреть, куда еще можно добавить Ruby. А потом мы вместе с Иваном и Юграфовым мы добавили поддержку Arspec и Quickenberg, ну и поэтому написали даже статью. То есть, действие в рамках SQL выглядит примерно следующим образом. Это термины найти картинку, найти все картинки, ожидать появления картинки, есть ли картинка на экране. Ну и на картинке мы можем нажать, навести мышь и перетащить картинку куда-то. также мы можем Type просто вбить с клавиатуры или что-то вставить текстом. И плюс там были когда-то события, надо проверить, к сожалению, сейчас не уверен, потому что там были изменения. То есть, события на появление, события на исчезание, события на изменение какой-либо картинки в случае, если у нас на экране что-то происходит. Ну то есть, асинхронный режим. То есть, в асинхронном режиме мы регистрируем какие-либо обработчики. Ну и текст программы на Ruby выглядит примерно таким образом. Если мы открываем этот код в среде разработки, то вместо вот таких вставок мы просто-напросто будем видеть картинку, реальную картинку. А если мы открываем это как код на Ruby, то мы видим просто подключение некого файла. И даже можно было написать там определенные обработчики. Что мы дальше делаем, это уже следующий вопрос. А здесь представлен пример, как отображается тест на Arspec, если он открыт в среде разработки SQLX. Значит, видим, в общем-то, Arspec, ничего здесь такого хитрого нет, описание теста, что здесь что-то происходит. То есть, описать тест такой-то, что ведет себя как нажимаемый, что если мы нажали вот такую картинку и выбрали то-то. То есть, видим смешивание теста на Arspec и визуального тестирования. Сходная схема может быть представлена в Cucumber. То есть, видим, что мы работаем там как пользователь. Это было тестирование LibreOffice, причем тесты были под английскую статью, но LibreOffice был с русской локалью, поэтому здесь тесты, картинки и соответствующие кнопочки, они представлены на русском языке. Вот описан тест, то есть сценарий, что данное саб-меню открытое по наведению на вот этот регистр. То есть, понятно, что если мы навели мышку, у нас должен выпустить пункт меню. А дальше у нас таблица, что когда я нажимаю на картинку слева, клик, я должен видеть эффект. И вот на таблице представлено, что я должен видеть, когда я навожу или нажимаю там куда-то, что у меня должно происходить. Визуальное тестирование программы. Такое тестирование может быть в принципе проведено над любым приложением и естественно над браузером тоже. И именно поэтому я SQLX отнес к этому разделу тестирования. Но тем не менее, тем не менее, если мы говорим о более распространенном средстве, это селению. Дело все в том, что у SQLX есть один явный недостаток. Это привязка к пиксельному сравнению. Она позволяет с определенным допуском найти те картинки, которые чуть-чуть отличаются от прочих картинок. Но если изменения сильные, например, изменили шрифт, вы ничего не найдете. То есть, произойдет сильное изменение и в этом случае у нас будут проблемы. Селениум управляет браузером. То есть, в этом случае происходит так, что Селениум работает изнутри и мы здесь независимы от изменения, например, шрифта или изменения картинки или изменения чуть небольшого сдвига. Селениум к этому нечувствительен. Селениум это библиотека, которая может быть подключена из скриптовых языков программирования. Из Ruby, Java, JavaScript, Perl и прочее. Кроме того, есть расширение. Ранее было расширение Селениум IDE. В общем-то, это визуальное средство, которое позволяет описывать тесты. Например, мы можем описать тест Rails S. Так, у нас тест калькулятор не запустился. где у нас есть приложение калькулятор. Rails S. В чем идея? У нас было приложение калькулятор. Закрою. Localhost 3000. Корневой маршрут не прописан, что является естественным безобразием нереального приложения, но у нас демонстрационное учебное приложение. Обращаемся к корневому маршруту. Вот она, идея. То есть, здесь что-то вбиваем, говорим, какое действие, получаем ответ. Теперь хотим записать это действие. Для того, чтобы его записать, нам нужен соответствующий модуль. У меня он сейчас отключен, насколько я помню. Add-ons. Да, каталон enable. Дело в том, что он не всегда хорош, потому что он, в принципе, может замедлять машину. Смотрите, у нас есть тест. И тест, в принципе, может быть, как записан здесь руками, так уже заранее подготовлен. Если мы запускаем какой-то тест, я запустил тест, обратите внимание, что происходит на экране. То есть, заполняется значение, нажимаются автоматические кнопки и выводится результат. То есть, это расширение, это средство каталон, ну или Selenium ID, позволяет записать последовательность действий, которую вы потом можете выполнять над любым браузером, над любым веб-приложением. Ну и новое, любое новое мы можем записать следующим образом. Допустим, мы хотим записать новое, вот мы переходим к записи и говорим, допустим, Google, Test, Jaxx, надеюсь, что у нас запись происходит и переходим по ссылке. Теперь проверяем, что у нас записалось. Да, у нас записалось. То есть, видите, у нас последовательность записалась перейти, так, ну с какого момента, вот у нас с этого момента. Не совсем корректно записалась, но это особенности, скажем так, здесь, которые надо будет подправить. То есть, действия-то записались, а вот переход у нас не записался, нет здесь указания адреса Google. Но не столь это сейчас важно. Что важно? Важно то, что это расширение, помимо того, что позволяет записывать действия, действия записаны у нас, естественно, надо проверить руками, надо проверить, что оно выполняется. У нас есть возможность экспортировать теперь результат выполнения этого теста. Мы его можем записать как экспорт. Как, например, скрипт на Ruby. То есть, обратите внимание, тест записан в браузере, но мы можем сделать экспорт в любой из указанных здесь вариантов шаблонов, но, естественно, здесь не может быть никак без Ruby. Ruby Arspec. Тест на Arspec. Так, 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 так. И даже правильно сформирован. То есть, этот код мы можем записать, и этот код мы можем дальше запускать уже без браузера. То есть, идея Arspec сделать полноценное браузерное тестирование, но так, чтобы браузер нам был, в общем-то, не нужен. То есть, он будет автоматически активироваться тогда, когда это нам потребуется. Я отключу для того, чтобы не загружать ресурсы машины. Значит, чем хорош Selenium? Записав один раз вот такую программу, мы дальше можем автоматически запускать этот тест для всех браузеров, которые у нас установлены на данной операционной системе. То есть, это может быть Firefox, это может быть Internet Explorer, Chrome, что хотите, Safari, в том числе и мобильный браузер. Единственное требование у вас должен быть установлен соответствующий драйвер. То есть, один раз записываете программу и прогоняете работоспособность всей программы, включая JavaScript, то есть, клиентского интерфейса со стороны разных браузеров, используя один-единственный код программы. Ну, в простейшем виде вот код выглядит следующим образом. Код на Ruby, то есть, подключаемся селенью веб-драйвер, указываем, какой нам нужен драйвер, какого браузера и пошли к команде get, то есть, получить get-запросом указанный адрес, например, там, Google, вбить ему в поле name, не в поле name, в поле, имеющее имя Q, вбить строку, которая называется cheese, нажать кнопку и потом проверяем, что у нас появился ответ, который содержит то, что нужно. И в этом случае считаем, что тест пройден. Что мы здесь можем делать еще? Мы можем воспользоваться методами findElement, findElements, различные формы элементов, то есть, искать по тегам, искать по ссылкам, которые мы указываем. Мы можем искать в том числе по языку путевых запросов, то есть, вариантов поиска много, и здесь надо смотреть, конечно же, документацию по селенью. То есть, помимо всего прочего, мы можем заполнять формы, есть несколько вариантов, ну, это скорее техническое различие, которое здесь представлено. То есть, мы находим некую форму, и мы можем выставить там селекторы, заполнить текст, после чего сказать submit, клик. программа. Программа, самое главное, что должна содержать критерии выполнения. То есть, если мы говорим об автоматическом тесте, что есть критерий? В простейшем случае, критерием является, ну, как здесь написано, появление заголовка, у которого есть что-то, содержащее то, что мы искали. Если оно содержит, то, значит, все в порядке. Более сложный вариант, вы можете, в принципе, добраться до дом-модели и проверить, а что там на страницах изображено. То есть, принципиально, опять же, отличие от SQLX. В SQLX мы не знаем вообще семантику приложения, мы работаем с картинками, а здесь мы имеем полный контроль над всем JavaScript-кодом, который у нас загружен в браузере. То есть, мы имеем возможность подменять браузер так, как хотим, и мы при этом имеем возможность проверять все то, что возвращается браузером. Ну, здесь представлен тот самый пример, который мы могли бы получить, если бы экспортировали код из каталона, ничего здесь хитрого нет, здесь есть просто один тест, который описывает последовательность действий и проверяет, что в итоге мы получили вот этот вот 20 как элемент verify. Если хоть на каком-то шаге у нас произошел сбой, то, значит, произойдет откидывание всего теста. Будем считать, что тест не прошел. Ну, поговорив о Selenium как библиотеке, естественно, нельзя сказать о средстве под названием copybara. Что такое copybara? В Rails 5.1 copybara встроена по умолчанию. Копибара это domain-specific language, то есть язык для написания тестов, которые используют Selenium. То есть это язык для описания тестов клиентской части, прежде всего. Устанавливается геминстал copybara. Логичным, как любой другой модуль. Чем принципиально отличается синтаксис? Копибара содержит R-spec-подобный синтаксис, она может быть встроена в R-spec, во-первых, а во-вторых, у нее есть свой DSL, который похож на Q-кумер. Но именно похож, потому что она остается все же domain-specific embedded language. Если мы смотрим на этот тест, сравните вот такой тест с вот такими последовательностями и вот такой тест. Значит, в этом тесте относительно по-человечески, или по крайней мере фразы, которые ориентированы уже на конкретного человека, здесь представляют, что сделать до теста, дальше тест подписывает меня в рамках идентификатора сессии, заполнить логин значением, которое здесь указано, заполнить пароль значением, которое здесь указано, нажать на ссылку sign-in. То есть мы видим, что вот такая форма, она намного ближе к человеческому восприятию, она намного ближе человеку, который не является программистом. Возможно, кому-то понадобится кьюгумбер, и желательно знать такой подход для тестирования, и в общем-то он действительно в том числе является распространенным за пределами технологии Ruby. Первая книга, которая здесь приводится, она скорее дана для исторической справки, то есть что это такое? Это тестирование графических программ, примерно она была написана 10 лет назад, когда не было еще ни SQLX, ни развитых средств прочего вида. То есть это скорее возможность использования Ruby для тестирования вообще, но именно как справку посмотреть. Ну, естественно, доступна бесплатная официальная документация, естественно, обе Fernandes Rails 5, ну и прочие книги, которые вы можете найти. На этом мне хотелось бы завершить лекцию, спасибо за внимание. Спасибо за внимание.